Здравствуйте, друзья! Сегодняшний мастер-класс я хочу сделать коротким и легким. То есть то, что мы сейчас с вами будем делать, вы можете повторить с вашими детками. Это будет новогодний ангел, игрушка на елку. Нужен нам для этого будет белый джуд. Отбеливаем его с помощью геля белизны. Значит, вот такой несложный рисунок. Так, смотрите, это будет туловище ангела. Значит, нам нужно 10 вот таких петелек одинаковых. И что для этого нужно? Можно сделать, конечно, в толщину одной нитки, можно сделать ленту из двух ниточек. Я решила, что все-таки это будет как-то попрочнее. И будем делать из ленточек, которые состоят из двух полосок джуда. Значит, делаем ленточку. Вы уже помните, как это. Те, кто не смотрел предыдущее видео, повторяю для вас. Укладываем рядом одну полоску за другой джуд. Слегка смазывая их клеем, склеиваем между собой. Промажем. И потом вот так пригладим. Снимаем с файла, расправляем между пальчиками, распределяем клей. И заодно выравниваем. Измеряем длину. Мы сделаем 10 одинаковых вот таких петелек. Но, смотрите, они у нас будут не до конца. Вот тут доведена будет полоса. Видите, вот начало. И вот здесь мы отрезаем чуть, не доходя до самого верха. Ну, до начала, скажем, да. Отрезаем чуть короче. Склеиваем их также. Измерим еще раз, чтобы у нас вот так. Да. И склеивать мы их будем вот здесь. Не в самом начале, а вот немножко неравномерно. Но пока мы их не будем склеивать, а просто сделаем сразу 10 полосок. То есть делаете еще ленточки джута из двух полосок. И отрезаем одинаковые 10 вот таких ленточек. Во-первых, измерим. И отрежем. Вот так. И делаем 10 таких ленточек. Немножко не доходя до конца, мы приклеили их. И теперь мы их укладываем просто одну к одной. Вот так смазываем наш веер. И видите, 5 вот этих петелек мы укладываем внутрь вот этой стороной, где она короче. Начинаем вот отсюда, да. И 5 штук укладываем вот таким образом. то есть внутрь вот этой отрезанной частью. 5, а оставшиеся 5 наоборот переворачиваем вот так и тоже внутрь укладываем вот таким образом. То есть вы поняли, 5 штук внутрь развернем с правой стороны или с левой, как удобнее смотреть. И оставшиеся 5 штук внутрь вот эти промежутки между лентами и все это скрепим. Вот юбочка готова. Снимаем ее с файла. Смотрите. И сворачиваем. Сворачиваем. Промазываем вот эти крайние петли, чтобы их склеить. Склеиваем. Склеиваем. Получается такой валанчик. И вот здесь, где будет шейка, обернем маленьким кусочком вот ленты джутовые. Можно из двух, можно пошире полосок. Ну, вот у меня есть готовая петли, нет, повыше, наверное, на ней будет держаться голова. Вот здесь вот промажем. И вот таким образом, да, склеиваем. И отставляем всю эту конструкцию сохнуть. Хорошо бы чем-то закрепить вот здесь шейку. Видите, трудно. Или подержать ее нужно. Немножко подержим, чтобы она закрепилась. Вот вы видите, у меня две таких прозрачных бусины, ну, стразины. Если у вас есть круглая, уже готовая, чтобы сделать голову, замечательно. Но у меня вот не нашлось, поэтому я нашла вот две такие. И мы сейчас их склеим. Если хотите, можете и цветные взять. Но, мне кажется, здесь более актуально такая прозрачная, нежная будет. Не яркого цвета. Вот, тоже дадим подсохнуть. Пусть они скрепятся между собой. И вот у меня уже готова, но вы сделаете. Из четырех полосок джута вот такая ленточка. Для чего она нужна? Мы обернем стык вот этих двух стеклянных марксов, чтобы закрыть его. И заодно закрепить их вместе и посадить их вот на юбочку, на шейку. Смазываем клеем и оборачиваем вот так по стыку. Таким образом. Уберу, чтобы было видней. Обрезаем, чтобы вместе стыка хорошо держалась. Вот так плотненько. Плотненько. Смажем его тоже. И подержим. Вот вы видите. Получается такая красивая головка кругленькая. Юбочка у нас подсохла. Нужно даже голову уже посадить сюда вот на основание. Склеили. И вот этим местом стыка, чтобы его не было видно. Вот так. Вот вы видите. Туловище получается. Вот. Поставим сохнуть. Теперь, что еще у ангела? Крылья, конечно. Вот крылышко. Их два должно быть. И также мы делаем вот эти петельки из джутовой ленты, состоящие из двух полосок джута. Укладываем их. Ну, вы видите, что здесь они разной длины, поэтому делаем сразу две вот маленьких, две за ней которые. То есть каждой петельки мы делаем по две сразу, чтобы они получались одинаковые. И, соответственно, потом вам будет легче сделать второе крыло симметричным. Итак, у нас готовы два комплекта вот таких петелек для одного и второго крыла. Вот. По пять штук. И начинаем их укладывать. Единственный нюанс, что эти петельки мы скрепляем прямо. Вот видите, не как вот эту юбочку мы делали, один короче другого. А, ну, ровненько вот так, под обрез. И также их укладываем вот сюда в крылышко. Так. Будем смотреть за размером. Одна по длине и другой получается у нас вот так. Да, промазываем их между собой. Пёрышки. И укладываем их друг к другу. Прижимаем их. Выравниваем как следует. Немножко не склеилось. Вот, видите, да? Пёрышки уложили. Что нам нужно? Ещё лента. Чтобы очертить, как бы, контур крыла прямо по нижнему перу. И вот так отрезаем. И вторую ленту также сверху вот таким образом. Вот таким образом укладываем. И соединяем их в конце. Можно это немножко покороче сделать. Вот так. Вот вы видите уже, что у нас получается. Склеиваем всё. И выгибаем край крылышка. Закручиваем немножко его. Вот так. Даём высохнуть клею. Всё это разравниваем. Снимаем с файла и делаем второе крыло. Мы сделали два крылышка. Они у нас практически одинаковые. Я их просто приложила друг к другу, чтобы увидеть, насколько они симметричны. Немножко склеились. Оторвём их. Вот, смотрите. Вот. Здорово. Выгнули их одинаково, чтобы они были похожи. Если где-то немножко отклеилось, подклеиваем. За это время уже туловище ангелочка закрепилось. Голова тоже, видите. Вот он так хорошо уже стоит на ногах. Так. Давайте теперь приклеим крылышки. Смазываем боковую поверхность крыльев. Клеим. И пусть это вот будет спинка. Приклеиваем вот таким образом. Делаем так, чтобы крылышки стояли тоже на столе. И если вдруг вы не просто на ёлке он будет у вас висеть, а ещё захотите куда-то поставить, то можно было, как бы они служили ему опорой. Сейчас мы ещё сделаем ручки и нимб. Берём всё ту же ленточку джуга из двух полосок. Делаем нимб. Скручиваем колечко. Ну, какой вы хотите размером, какой вы делаете. Соединяем его. А, нет. Сперва мы знаете, что сделаем? Украсим его стразами. Вот эту полоску украшаем. Вот у меня есть такие полужемчуг и розовые стразинки. Вот таким образом чередуем их. Вы можете какого угодно цвета брать стразы. Вот мы украсили нимб. Теперь свернём его в колечко. Вот так. И даём высохнуть. Отрезаем полосочку. Смотрите, вот такой длины, чтобы возвышалась над головой. На неё мы будем крепить нимб. Ну, и как всегда, смазываем клеем с двух сторон. Верхний и нижний конец. Один будет крепиться на спине, а второй будет держать нимб. И вот место стыка прикрепляем. Вместе стыка прикрепляем к спинке. Можно даже прикрепить длинновато, наверное, отрезала. И к голове тоже, чтобы лучше держалось. Итак, мы прикрепили нимб. То есть, колечко украсили стразами, прикрепили его на полоску джута, которую приклеили вот здесь сзади на спинку. Можно прямо вот к затылочку приклеить. Вот вы видите, он парит над головой. И крылышки уже у нас на месте. То есть, вот, замечательно. Что нам нужно? Нам нужно сделать ручки, в которых ангел будет держать своё прекрасное сердце. И дарить его всем. Что для этого нужно? Вот у меня есть такое сердечко. Берём полоску джута. Ну, длины такой, как вам нравится больше. Чтоб соответствовало длине рук ангела нашего. Смазали края полоски. И прикрепим их вот здесь на уровне плечиков. Вот так. Вместе с сердечком. Ну, сердечко можно и потом. Ну, оно просто уже приклеилось слегка. Вот так держим. И вот практически наш ангел уже готов. Он держит в руках сердце и дарит его вам. По-моему, это замечательный подарок на Новый год. Игрушка новогодняя. И ваши дети с радостью вместе с вами будут это делать. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал. Мы будем придумывать ещё новые и новые замечательные вещи.